Тема разговора ФИИР. В Караганде прошло очередное заседание Координационного совета по форсированному индустриально-инновационному развитию под председательством Акима области Биргази Куснаинова. Как стало известно, еще несколько инновационных проектов было одобрено в рамках программы Дорожная карта бизнеса 2020. Подробности прямо сейчас. Свой проект представил Этимиртауский электрометаллургический комбинат. Завод при поддержке государства планирует увеличить объем производства карбита кальция. Комбинат, оснащенный технологическим оборудованием по производству карбидокальция и ферросиликомарганца, является одним из двух заводов на территории СНГ и единственным в Казахстане, выпускающим эту продукцию на экспорт. Предприятие, являясь ведущим в химической промышленности Карагандинской области, намерено осуществить дальнейшее развитие и модернизацию основного производства. Это обеспечит увеличение объема экспорта и стабильное поступление налогов в бюджет. Были также рассмотрены проекты, представленные компаниями «Артклимат», «Техавтотранс-2012» и «ИП» Сергеева. К слову, в Караганде может появиться бесплатная точка доступа в интернет. Реализовать проект берется «Азиабелл». Руководители компании рассказывают, что подобная практика широко применяется во многих странах мира. А при поддержке местных властей бесплатный интернет может появиться и в угольной столице Казахстана. Мы на площади перед гимназией номер 97 и средней школой 48 создаем вот такую зону бесплатного доступа в интернет, где и дети, и их родители во время ожидания детей, там постоянное скопление людей, они смогут пользоваться бесплатной этой суммой. По итогам заседания Акимобластия Бельгази Кусейнов поручил Управлению предпринимательства и промышленности направить список одобренных проектов в Фонд развития предпринимательства ДАМУ и Банки второго уровня для заключения договоров субсидирования. Ирина Камышо, Ужас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.